Продолжаем изучение курса теоретические основы геометрии. Сегодня мы с вами вкратце ознакомимся с аналогием вычислительными машинами, применяемыми для расчёта и моделирования в системах автоматического управления, в системах автоматического регулирования. Аналоговый компьютер или АВМ это вычислительная машина, которая представляет числовые данные при помощи аналоговых физических параметров, в чём и состоит её главное отличие от цифровых АВМ. Ну, мы знаем, что АВМ бывает специализированной, предназначена для решения заданного узкого класса задачи, и универсальная, которая предназначена для решения широкого спектра задачи. Различают различные виды аналоговых вычислительных машин. Механические, пневматические, гидравлические, электрические, получившие наибольшее распространение, комбинированные, тоже широко распространённые, и электромагнитные, гидравлические, электромагнитные. По способу функционирования выделяются медленные и быстрые. Быстрая АВМ это АВМ с периодизацией, с повторением решений. А медленная АВМ, это, как правило, АВМ, предназначенная для однократного действия, однократного решения. То есть это своеобразный аналог линейных алгоритмов для цифровых АВМ. Ну, первые аналоговые машины появились еще в 60-х годах прошлого века. Они состояли из пяти блоков, использовались для решения дифференциальных уравнений. Ну, в общем-то, это была довольно громоздкая вещь. И энергоемкая. Ну, вот здесь показаны у нас еще типы аналоговых учителительных машин, которые применялись в прошлом веке. В частности, интересная была польская аналоговая компьютера КАТ-1. Он существенно отличался по размеру от других компьютеров аналоговых. И вот на этом рисуночке показан индикатор кулачкового аналогового компьютера. Моделирование системы автоматического управления. Сложность современных объектов проектирования, особенно системы автоматического управления, или САУ, как называют, постоянного ужесточения, требований к проектам, чрезвычайно высокая цена ошибочных проектных решений, входит и вступает в противоречие с традиционными инструментами, технологиями проектирования. Выходом из положения является разработка и внедрение нового набора инструментов, инструментария проектировщиков системы автоматизации проектирования. Умение применять инструменты основывается на понимании того, каким образом строится система моделирования, какова его структура и отдельные подсистемы, и на знание математических моделей, методов и алгоритмов, которые положены в основу подсистем системы моделирования. Ну, мы уже с вами говорили о том, что важнейшим требованием к любой модели является ее адекватность изучаемому объекту в рамках конкретной задачи и реализуемой семейшейся средствами. В теории эффективности информатики моделью объекта системы операции называется материальная или идеальная некоторая система, создаваемая и используемая при решении конкретной задачи в цели получения новых знаний об объекте оригинала, при этом она должна быть адекватна ему, с точки зрения изучаемых свойств и более простая, чем оригинал, в остальных аспектах. Классификация метода моделирования – это материальная и идеальная, материальная или предметная делятся на физические и аналоговые, а идеальная бывает интуитивная, здесь почитают метод сценария, операционный, играемысленно, эксперимент используется, и знаковая или семиотическая, тут используются графические, логические и математические, математические. Математические, в свою очередь, математические методы делятся на аналитические и алгоритмические. Нельзя сказать, что алгоритмические не являются аналитическими, просто вот они вот так вот делятся условно, говорят, алгоритмические подразумевают более формализованный вид и, как правило, использование итерационных и циклических процедур. Моделирование систем бывает детерминированных стахастических, при детерминированных имеется более строгое определение, действие при стахастическом несколько произвольное. Детерминированные, в свою очередь, и стахастические бывают статическими и динамическими, дискретными, дискретно-непрерывными и непрерывными или аналоговыми. Все моделирование делится на две крупные части Мысленное и реальное Мысленное реализуется как символическими методами Математическими и наглядными Символические это языковые конструкции и знаковые Математические это аналитические, имитационные, комбинированные Ну а наглядные это как правильно аналоговые Макетирование и гипотетическое Это то что касается классификации основных видов моделирования Ну мы с вами ранее рассматривали что моделирование бывает натурное и физическое В физическом процессе моделирование осуществляется в реальном масштабе времени и в нереальном А в натурном осуществляется так называемые производственные эксперименты Обработка обобщенных результатов И обобщение производственного или научного опыта Объекты считаются подобными если характеристики процесса происходящих Какого-либо из них отличаются от соответствующих характеристик другого объекта Определенными постоянными коэффициентами в течение данного процесса времени Модель изучаемого объекта или явления При этом может быть различной физической природы Причем как правило отличной природой оригинал Под моделью или под моделированием какого-либо объекта процесса или системы Поднимается воспроизведение исследований другого объекта подобного оригинала В форме удобной для исследования и перенос полученных сведений на моделированный объект Существуют различные методы моделирования Геометрическая и физическая Математическая на аналоговых цифровых усилительных машинах Полунатурная и натурная Моделирование путем прямых аналогий Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки Применение того или иного метода определяется в каждом конкретном случае В зависимости от исследованной системы и условий ее работы При этом необходимо иметь набор правил и условий Выполнение которых обеспечивает требуемую точность изучения заданного объекта по его модели В состав системы автоматического проектирования В системы автоматического управления обычно входит Полунатурное моделирование и использование ВМ и ЦВМ для моделирования ВМ Причем в полунатурном моделировании с помощью средств САПРа Существляется не только воспроизведение исследования объекта Но и управление процессами полунатурного моделирования При математическом моделировании Моделирование на ВМ В качестве объекта моделирования оригинала Выступает исходное уравнение Представляющее математическую модель объекта А в качестве модели Процессы протекающие в соответствии с этими уравнениями Воспроизводимый на ВМ в виде машинных решений Либо аппаратными либо с помощью особых специализированных программ. Последние реализуются с помощью ЦВМ, первые с помощью АВМ, о которых мы говорили в начале нашей лица. Поскольку математическое моделирование системы автоматического управления осуществляется как на АВМ и ЦВМ, поэтому такие способами, соответственно, и называются аналоговое и цифровое моделирование. АВМ применяется в САПР как консульное терминальное устройство на рабочих местах разработчиков и испытателей. Управление АВМ осуществляется через терминальные станции, центральным процессором, в соответствии с общей идеологией построения САПР. Особый класс, особая роль задач, особый кластер математического моделирования занимает имитационное моделирование, под которым понимается воспроизведение процессов объекта явлений с имитацией случайными величинами и случайными процессами звенья в оригинал. Имитационное моделирование рассматривается так же, как управляемый эксперимент, производимый на АВМ. В таком эксперименте определяем определенные математические модели объекта моделирования взаимодействует с имитирующим возмущающим воздействием. Возмущающие воздействия могут быть детерминированными или формироваться генераторами случайных величин. Это взаимодействие проводится по определенным в эксперименте правилам, а результаты моделирования подвижаются статической обработке. Под полунотурным моделированием или моделированием с реальной аппаратурой понимают исследование элементов реальной аппаратуры совместно с моделью остальной части системы, реализованной на АВМ. Применение такого метода моделирования становится необходимым в тех случаях, когда не удается описать работу некоторых элементов системы математическими. Математическое моделирование динамики системы автоматического управления позволяет в значительной мере уменьшить объекты макетных испытаний и осуществить решение таких проектных задач, как анализ функционирования САУ и их отстроя отдельных элементов, исследование влияния изменений параметров, размущающих воздействие на стабильность характеристикой системы автоматического управления, и, наконец, выбор структурной схемы, по задаваемой проектировщикам критериям. А также осуществить оценки устойчивости динамических и статистических ошибок для различных значений параметра выбранной структуры системы, возмущающей воздействие. Основное требование, которое предъявляется по системе моделирования САП, это создание более эффективного по отношению к макетированию инструмента для решения различных проектных задач. Пример моделирования САУ программным методом приведен на данном рисунке. Ну, вы видите здесь различные объекты, различные части устройства управления, объект управления, на который воздействуют сигналы X, управляющие воздействия, возмущающие воздействия. Ну, это стандартная схема, которую мы, в общем-то, рассматривали ранее. Условные обозначения проведены на этом слайде. Объект управления, как иностранное звено первого порядка, самовыравнивая запаздывание, представлен на этом рисунке. В данном случае мы управляем коэффициентами. По сути дела, вот это объединение является ПИД-регулятором, то есть пропорциональной составляющей, интегральной составляющей, дифференциальной составляющей. В этом месте образует ПИД-регулятор. Здесь показано, вы видите, вот E в степени минус ПП, некоторая система с запаздыванием. Запаздывание возникает из инерционности отдельных частей под систем, входящих в систему регулирования. Моделирование инерционного объекта, ну, как пример такой, инерционный объект. Вот у нас меры инерции, то есть запаздывание в минус ППУ. Соответственно, производная легко находится. Получаем уравнение Эльдера для того, чтобы было дальше достаточно легко решать систему уравнений. И стабилизируем ситуацию, меняя эти коэффициенты. Моделирование изменилось запаздывать, как мы уже говорили. Вот оно идет, запаздывание между входом и выходом. Осуществляется путем введения специальных величин. И величин, которые называются предыстория, также учитывающие. И это делается с помощью некоторого одномерного, например, массива РН, размена СНН, где РНН, то время, на которое мы упреждаем. Запаздываем, так сказать. Пример алгоритма, представленный на данном рисунке. Вначале записывается предыстория для формирования запаздывания, а потом уже осуществляется решение от конкретных элементов. Здесь у нас продолжается алгоритм, вырабатываясь на этом этапе управляющего действия. Это чистая имитация интеграла, а это чистая имитация второй производства. Здесь продолжение алгоритма, реализуется моделирование с запаздыванием, сбрасывается счетчик загрузки и осуществляется в дальнейшем печать. Ну вот вкратце то, что хотелось бы снова вам рассказать о моделировании аналоговых вычислительных машин. Таким образом, если будут у вас вопросы, прошу их задавать по адресу артем96.собака.мейл.ру Ну а если нет у вас вопросов на сегодняшний момент, спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.